всем привет мы на канале simple wine где говорим о вине и не только меня зовут серёжа шигин и у нас сегодня с очаровательной жени маслениковой трепещущая тема для обсуждения потому что мы будем учиться готовить коктейли ну и самый популярный наверное обычный коктейль с которого мы начнем это конечно джентоник ты пьешь сама джентоник да но готовить не умею ничего прекрасно более дома я тебе сегодня дам несколько замечательных лайфхаков как делать коктейль вкусно не сильно заморачиваюсь мы к примеру наш джентоник сделаем конечно же на джинни мары это очень крутой интересный цитрусовый напиток смело берешь бокал в руку в левую левую руку да и огромное количество льда наш бокал помещаешь чтобы у нас был вкусный качественный напиток чтобы этот вкус гармонировал нам нужно делать определенные пропорции и мы сейчас с тобой возьмем как раз наш джин мара ты смело берешь его как бармен в правую руку левую руку то можешь взять вот такую штучку которая называется джиггер и твоя задача налить его но практически полностью и с джиггера мы переливаем в винный бокал ну хорошо и у меня два вопроса можно ли накладывать лед рукой и можно ли пробовать джин до того как ты его налил в бокал и смешал на первый вопрос конечно же лучше этого не делать это все-таки гигиена а если мы пробуем джин отдельно конечно почему нет джин мара например это очень ароматный продукт его вообще в чистом виде некоторые гости у меня пьют и это абсолютно не зазорно но в целом так как джин тоник все-таки один из таких самых популярных коктейли которые мы выбираем мы с тобой вот налили 40 миллилитров этого джина и заполним так как у нас большое количество льда уже в бокале нам его просто нужно запомнить заполнить тоником у меня есть вопрос как вообще выбирать тоник потому что то что продается она какое-то разное очень большой выбор все зависит от технологии приготовления степени сахара где-то есть по суше по суше тоник где-то по мягче есть и химозные какие-то ароматы до которые забивают основной вкус напитка но нашей ситуации тоник должен дополнять джин у нас во вкусе с тобой должен быть этот яркий можжевеловый хвойный сочный цитрусовый shot такой вот прям яркий вкус джина до который дополняется в нашем случае грейпфрутовым тоником ты наливаешь полный бокал до это приблизительно получается треть объема у нас занимает наш джинс тоником поэтому ты все можно можно оставить у тебя вот прям почти что целая бутылочка напитка получилось теперь ты берешь барную ложку барная ложка на самом деле обычная ложка просто она достаточно длинная для того чтобы было удобно перемешивать их в составе напитков и ты как раз можешь придерживать левой рукой бокал и правой рукой мы перемешиваем наш напиток очень 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 сильно сильно зачем для того чтобы во первых у нас появилась игристость минералность от тоника видишь как он реагирует да он очень такой сильно газированный только мешать вот до того момента как ты считаешь что готова без каждый бармен сам решает когда напиток в перемешивании готов у нас два ингредиента я думаю что они в целом у нас уже смешались и следующее движение которое мы с тобой сделаем у нас напиток готов он максимально простой понятно интересного искристого цвета я предлагаю его дополнить ароматом лимонов мы возьмем но я думаю что в каждом доме можно найти какую-то кому это в модном барменском мире называется пиллер и мы берем цедру лимона прям срезаем пиллером опа тренироваться да мы берем лимонную цедру и в лимонной цедре прям вот в этих вот эфирных маслах которые мы видим мы сейчас мы их можем выпрыскнуть и у нас эфирные масла пошли ну что теперь можем попробовать напиток мне кажется классно мне нравится что тоник грейпфрутовый и он вот этот вкус можжевелого цитрусовый джина очень классно продолжает следующий напиток который мы сегодня с тобой обсудим он вообще родом из италии и я в там вкратце чуть-чуть про него расскажу но он тоже достаточно простой то есть нам не понадобится много ингредиентов мы возьмем вот такой вот стакан с тобой он называется хайбл это высокие стаканы большого объема и по старой традиции как по вместе с первым коктейлем мы с тобой делали что большое количество льда всегда добавляется в напиток да и еще один вот прям кайф классно давай возьмем бутылочку любую сока то наливаем в наш хайбл большую порцию апельсинового сока амара сантони это очень интересный качественный вкусный биттер с огромным количеством растительных ингредиентов натуральных и травы и различное количество специй в большом количестве мы прям щедрую порцию нашего биттера добавляем в апельсиновый сок нотка италии яркий цитрусовый коктейль он не сильно сладкий за счет биттера и биттер в нем играет совершенно иначе вы как по вкусу интересно неожиданно если тем более у тебя будет возможность сделать это натуральном соке натурально фрэше это будет вообще просто кайф пушка дикая поэтому мы собственно говоря и пробуем без всяких трубочек чтобы сразу на все рецепторы попала вот этот вот витаминный цитрусовый бум с горящих биттера перенести ну можно как утренний напиток рассматривать ладно будем переходить к следующему нашему напитку возьмем винный бокал мы будем готовить сакэ спритс сакэ самое главное с чем мы всегда работаем до сакэ это не рисовая водка и мы объясняем гостям чтобы органолептики этот напиток очень близок к вину как раз а по методу производства к пиву и вот у нас сегодня такая маленькая симпатичная бутылочка малышка это сакэ супер премиальной категории называется на хана кахаку но она с добавлением экстракта сливы японской сливы это более понятный продукт и мы сейчас просто сделаем один к одному его вместе с хорошей минеральной газированной водой 2 джиггера сакэ и в наливаем в этот сладкий напиток разбавляем его делаем его более игристым и динамичным разбавляем его газированной водой соответственно теперь нам нужно перемешать с тобой по классике по старой традиции нашей супер ну и поправим и все это дело опять же ароматикой если в прошлый раз мы джин тоник ароматизировали цедры лимона здесь мы будем ароматизировать цедрой апельсина и прям саму цедру после того как мы выжмем ее на бокал мы можем опустить в него можно пробовать конечно как уж быть очень свежо слива есть послевкусие она здесь неяркой кстати очень здорово освежается и водой и цедрой ну напиток сочетание сочетание классное очень легкая и нежная ну и сегодня на сравнении вот опять же ты сейчас уже попробовал третий коктейль который мы приготовили наша задача и вообще желание было показать что совершенно разные может быть даже не сочетающиеся вообще по отдельности между собой продукты мы в простых сочетаниях смогли сделать на них крутые напитки и что ты для себя вот сегодня может быть что-то узнала интересного нового может быть что-то из этих напитков ты захочешь повторить своим друзьям дома на вечеринке однозначно все захочу повторить но и самое главное что я узнала то что не надо кучи ингредиентов использовать чтобы получить классный вкус вот что можно по простому сделать и будет здорово из трех наверное самый по гармонии для меня последний на самом деле сака действительно это такая крутая штука как которую можно смешивать со многими простыми там напитками получается что-то винное я очень рад и я напоминаю что да мы сегодня же не обсудили базовые коктейли базовые напитки которые не требуют супер миксологических от вас способности и даже какие-то при пресловутые штуки барменские тоже можно заменить спокойно в домашних условиях используя стопки обычные ложки столовые опять же там экономку для того чтобы цедру снимать а любой любая доставка вам уже даже лед может привести вам даже лед морочится не надо с ним я очень благодарен тебе за участие ты теперь практически бармен подпишитесь на нас мы будем разные выпуски новые на там вообще просто мед медятина настоящая поэтому подписывайтесь смотрите на нас мы будем рады вот спасибо большое тебе спасибо большое спасибо большое